От древних писаний до современных славянских языков – тысячелетний путь. Поэмы Пушкина и романы Толстого – «Серебряный век» и «Футуристы». Всего этого могло бы и не быть без азбуки Кирилла и Мефодия – двух греков, рожденных в Фессалониках, где языческое и византийское сосуществовало вместе. День славянской письменности – это единственный в России церковно-государственный праздник. Во всех храмах совершается богослужение, в первую очередь. И в нашем городе, в наших храмах будут совершаться богослужения. И также проводятся разнообразные совместные мероприятия со школами, с вузами, с библиотеками. Чтобы перевести для славян священное писание, они придумали глаголицу. Если сегодня посмотреть на Амаринское Евангелие, можно заметить, что с русским алфавитом совпадают лишь две буквы – «Ш» и «Ю». Но продолжение детища Кирилла и Мефодия в церковно-славянском языке, который жив и по сей день. Церковно-славянский язык имеет неразрывную связь с современным русским языком до тех пор, пока в нашей церкви заучит церковно-славянский язык. Мы стоим на одной общей службе с Александром Невским и Дмитрием Банским. Паренбургское духовное семинарие – это обязательный предмет. Михаил Кельдишо преподает церковно-славянский 18 лет. Говорит, обучиться не так сложно. Всего за полтора часа можно освоить азы языка, но в семинарии курс рассчитан на три года. Ведь каждый будущий священник должен владеть им совершенствием. Сначала мы учимся читать на этом языке, для того, чтобы во время богослужения в храме каждый семинарист мог читать те или иные священные или богослужебные тексты. Затем мы уже углубляемся в грамматику языка, в лексику, разбираем тексты. В стенах духовной семинарии хранятся тысячи священных памятников. Так специалисты называют книги и документы на старославянском языке, сохранившиеся и до наших дней. Попасть в эти хранилища может не каждый. Единицы сотрудников имеют доступ за эти двери. В закрытом книгах хранилища около 18 тысяч книг, датированных концом 17 века. Труды, написанные на старославянском языке, сохранились и до наших дней. Пройдут годы, примут множество реформ, но одно останется неизменным. Первый словарь, благодаря которому когда-то и начал свое существование. Великий русский язык. Анастасия Кубатко, Владислав Горбунов. Новости дня.